Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это значит, что вы на канале Лёша Играет. Кстати, не забудьте подписаться, если вы ещё нет. И, скорее всего, вы Желжик, причём стратегический. Возможно, вы даже этого не знали, но пора открыть Желжика в себе. Что ж, разработчики Humankind показали все десять культур эпохи раннего нового времени, и пора нам их подробнее рассмотреть. Напоминаю, что культуры древнего мира, античности и средневековья я уже рассматривал в трёх предыдущих видео. Ссылки на них есть в правом верхнем углу, либо в описании я ещё оставлю. Тоже посмотрите. Итак, во-первых, отмечу немножко отличную хронологию от цивилизации. Напомню, что в Сидмерс Цивилизейшн после средневековья идёт возрождение. Здесь же ранний новый период — это время, захватывающее конец позднего средневековья и возрождение тоже. И его сроки на самом деле вызывают споры, но приблизительно длится с захвата Константинополя, то бишь 1453 год, до французской революции, до 1789. Первая культура, которую нам показали — это голландцы. В Humankind они будут торговцами, то бишь бонус на деньги. Их уникальный юнит — Flate — это морское парусное транспортное судно Нидерландов. В описании сказано, что в большом количестве они обеспечивают коммерческое превосходство голландцев по всему миру. Но я тут затрудняюсь сказать, потому что это явно не военное судно, и нам ещё неизвестно, как будет реализована система торговли. Кстати, в Humankind. Будут ли тут какие-то караваны? Если же да, то, возможно, это какой-то продвинутый тип каравана. И уникальный район — штаб-квартира Восточно-Индийской компании. Ну, точнее, даже не штаб-квартира, warehouse — это, скорее, склад. Восточно-Индийская компания обладала монополией на торговлю специями через Индийский океан и управляла заморскими территориями. Думаю, этот район тоже будет давать какой-то бонус к деньгам или торговле. Следующая культура — Япония эпохи Эдо. Да, уточню, что в названии написаны цивилизации, но в Humankind, конечно же, в первую очередь используются культуры. Я представляю, как несчастные разработчики выбирают по 10 культур каждой эпохи, потому что, конечно же, их может быть намного больше. И японцы, конечно же, не могут относиться только к ранней новой эре. Период Эдо просто самый известный — это время правления клана Токугава с 1603 по 1868 года Японии. Хорошо подходит вот для нового раннего времени, поэтому и такое уточнение, что это именно период Эдо. Если вы выберете эту культуру, то станете эстетами, получите уникальный юнит самурая Нагинато. Дословно это переводится как «длинный клинок», поэтому, наверное, правильнее это сказать «самурай с Нагинато». Это вот такое оружие с длинным черенком. Вообще Нагинато является аналогом европейской глефы, которая часто по ошибке именуется алебардой, но обладает более легким весом. Энциклопедия, кстати, утверждает, что это излюбленное оружие сахеев и ямабуси — монахов-войнов, а не самураев. К тому же, к 18 веку Нагинато уже практически выходит из употребления. Но, видимо, разработчики решили, что такое уникальное японское оружие стоит дать такому уникальному японскому юниту, как самурай. Уникальный район Сенсодзи или Асакусадера — храм Асакусы, храм буддийской школы Сёканон в районе Асакуса в Токио. Полное название переводится как «Храм молодой травы на горе Золотого дракона». Это было место официальных молебнов Сюгуната Токугавы. Очевидно, будет давать какие-то бонусы к вере. Следующая культура имеет сложное название Хауденосауни, но на самом деле это всем нам известные ирокезы. Хауденосауни — это их самоназвание и переводится тоже, наверное, известной для вас словосочетанием «люди длинного дома». А ирокезы, на самом деле, это заимствование из алганкинских языков и переводится как «настоящие гадюки». Как вы понимаете, алганкинские племена были враждебны ирокезам. Внезапно в «Humankind» они аграрии. В серии игр «Civilization» их обычно представляют воинственными чувачками. Уникальный юнит ирокезов, уж извините, я их буду так называть, называется «Ротискенракехте». Надеюсь, я верно прочитал. Пришлось покопаться в дебрях интернета, чтобы более-менее вменяемое описание найти. Это общество воинов-магавков, мужчин длинного дома, которые подчиняются матерям клана и несут ответственность за национальную оборону и общественную безопасность на территории магавков, то бишь ирокезов. Очевидно, будут иметь какой-то бонус на собственной территории, я так думаю. Уникальный район «Плантация трех сестер» — это не какие-то три особенные сестры с именами и фамилий, а утвердившиеся в энтографической литературе США название трех основных сельскохозяйственных культур, использовавшихся практически всеми земледельческими индейскими народами — тыква, кукуруза и вьющаяся фасоль. Кстати, это точно не изобретение ирокезов, а было широко распространено по всей Северной и Центральной Америке. Ну, понятно, что какой-то бонус к еде. Следующая культура у нас снова азиатская — чосон. По аналогии с японскими эдо, чосон — это корейское государство, существовавшее с 1392 по 1897 годы. Оно даже так и называлось — Государство Великий Чосон. И опять корейцы ученые. Не понимаю, почему во всех стратегиях корейцев делают учеными. Похоже, просто больше ничего не могут привязать. Уникальный юнит опять морской — кабуксон. На самом деле, действительно исторически значимый корабль. Я все хочу рассказать в моментах истории о знаменитой битве во времена Мединской войны, когда малочисленный флот кабуксонов, благодаря гениальному стратегу корейскому адмиралу, разбил многократно превосходящий флот японцев. Уникальный район. Тут опять ничего Humankind нового не придумали. Савон, не поверите. Наверное, будет какой-то давать бонус к науке. Только, пожалуйста, не плюс 4, если поставить на холме. Давайте что-нибудь другое, а то будут банить эту культуру. Следующая культура — Мин. Или лучше было бы сказать Великая Минская империя. Или Империя Мин. Это снова Китай. Существовала примерно в то же время, когда и Империя Чосон корейская. Понятно, что Китай вообще должен проходить через все эры. Но в связи с ограничением в 10 культур до этого был упомянут только в эре Древнего Мира как культура Джоу. Уникальный юнит почему-то опять переведен. Я не понимаю, почему, например, юниты ракезов надо оставлять название на Магавке, а юнит китайский надо обязательно переводить дословно. То же самое касается, например, в Шестой Цивилизации, где пушка называется Крадущийся Тигр. То есть название оставить по-китайски Худун Пау слишком сложно. И вот здесь повозка с ракетами, блин. Очевидно, какой-то стреляющий юнит, который будет иметь бонусы против кавалерии и сомкнутых рядов, когда юниты, наверное, будут наносить урон по нескольким клеткам сразу. Уникальный район. Большой чайный дом. Видимо, так стоит это перевести. Вообще, чайные дома в Китае обычно были частью какого-нибудь сада. И вообще, чаепитие в Китае это национальная традиция и образ жизни даже. Так что, очевидно, какой-то бонус к культуре будет идти. Следующая культура – Великие Моголы. Несмотря на название, она на самом деле индийская. Это вообще интересная история, вдруг, если кто не в курсе. В кратком изложении, к началу 16 века в Индии не сложилось единого государства и сильные центральные власти. И, воспользовавшись раздорами между индийскими государствами, в страну вторглись мусульмане. И в 13 веке весь север Индии оказался под властью мусульманских султанов. Они же смогли отбить нашествие монголов в 13 веке. Но в конце 14 в Индию вторгся Тамерлан, после чего султанат распался и остатки его были захвачены великими монголами под руководством Бабура. И хотя он был скорее потомком Тамерлана, но по национальности явно тюрк, а не монгол. В общем, индусами правили турки. Давайте я вообще упрощу все нафиг. Уникальный юнит в Humankind называется Гайнал. Хотя на самом деле Гайнал — это одна из пушек, которую обычно несли слоны. А сами слоны назывались, ну или называются в историографии, могольской артиллерией. Да, кстати, опять Индия, опять слоны. Явно будет какой-то стреляющий кавалерийский юнит. Да, я почему-то не отметил, что способность великих моголов в Humankind будут строители. Очевидно, какой-то бонус к производству зданий и районов. А уникальный район — Джама-Масхид, что можно перевести как мечеть Джума. Очевидно, будет давать дополнительную веру. Следующая культура подорвет несколько русских жопок. Это поляки. Ну, потому что как же так? Почему раньше русских они появляются в Humankind? Что за фигня такая? Это вообще первая славянская культура. Ну, на самом деле, в этом есть определенная логика, потому что польское королевство образовалось намного раньше русского. И как раз вот в эпоху раннего нового времени речь Посполита была ведущим государством мира. Одним из ведущих, конечно же. Особенно в 16 веке. Но, тем не менее, если вам требуется помощь в тушении попочки, я могу оставить ссылку, где огнетушители можно прикупить. Мне недавно самому понадобился после того, как в Crusaders Kings 3 поиграл. При этом поляки почему-то в Humankind милитаристы. Я понимаю, конечно, там воевали, все воевали в те времена, но так, чтобы прям вот поляки самые такие милитаристы были. Странно. Ну, будем считать это игровой условностью. Уникальный юнит, какой-то бесконечный этот крылатый гусар. Крылатых гусар вообще пихают во все польские цивилизации. Ну, почему нет? Выглядят красиво, такие перья сзади. Почему нет? Вот в описании говорится, что эти перья не только для красоты и устрашения врагов надевали, но и чтобы защитить спину, очевидно, от стрел. В серии игр Civilization обычно гусары имеют какой-то бонус к атаке с флангов и могли отбрасывать юниты, если наносили им большой урон. Посмотрим, что будет в Humankind. Уникальный район у поляков называется Барбакан. Для жителей Москвы эта штука вообще довольно известная. По-русски она называется Отводная стрельница и есть рядом с московским Кремлем. По-моему, сейчас там внутри этой Отводной стрельницы как раз продают билеты для входа в Кремль. А само слово Барбакан произошло от латинского «внешнее укрепление города или крепости». Чаще всего Барбакан представляет собой башню, вынесенную за периметр стен крепости или замка и охраняющую подступу к мосту или воротам. И обычно соединяется с крепостью окремленными стенами-проходом, как это сделано как раз в Кремле. Очевидно, будет давать какой-то бонус к обороне города. Остаемся в Европе. Следующая культура — испанцы. И они в Humankind экспансионисты. Ну, тут все логично, если вспомнить, что как раз в этот период начались великие географические открытия и как испанцы колонизировали новые земли. Уникальный юнит, без всяких сомнений, конкистадор. В описании говорится о том, что они захватывали новые земли для короны. То есть, скорее всего, тоже какой-то бонус на колонизацию будет. Или, возможно, к силе за границами Испании. Уникальный район — готический кафедральный собор. Не знаю, почему решили отнести именно к Испании, тем более, что в описании говорится, что это смесь немецких, французских, фламандских влияний. Наверное, скорее всего повлияла как-то Саграда Фамилия, но Саграда Фамилия вообще началась строиться то ли в начале 20-го, то ли в конце 19-го века. Ну, какая разница? Уникальный район явно будет давать бонус к вере. Следующая культура у нас — Венецианская. И венецианцы логично в Humankind торговцы. Несомненно, одна из интереснейших культур Возрождения даже была представлена в 5-й Циве, где одна часть игроков ее жутко не любила, а другая, наоборот, очень любила за оригинальный геймплей. Ну и в истории человечества, конечно, Венецианская республика оставила большой след, начиная от влияния на Византию и по-хорошему сдачи Константинополя туркам, и заканчивая торговлей в Средиземном море. Уникальный юнит — опять Голиасы, как и в 5-й Циве. В описании говорится, что скорость и огневая мощь венецианских Голиасов превосходила любые другие корабли в Средиземном море, так что, наверное, именно к этому и будет бонус. Уникальный венецианский район называется Ботеге де артисти. Ну вот спрашивается, почему здесь вы тут внезапно ничего не переводите, а у китайцев почему-то переводили. Это переводится как мастерские художников. Вот в описании говорится, что венецианские художники Цциан, Тинторетто, Веронезе создали кучу шедевров, и они были частью известной венецианской школы. Очевидно, район будет давать какой-то бонус к культуре. И, наконец, последняя культура раннего нового времени, в общем-то, с захвата которой Константинополь эта эпоха и началась, турки, ну или здесь они называются атаманы. Они тоже экспансионисты, как и испанцы, это тоже логично, потому что как раз к этому моменту турки начали захватывать большую часть, ну ладно, наврал не большую часть, но большую часть Европы. И в этом им помогал их уникальный юнит Янычары. Янычары создавались из мужчин захваченных народов, которые обращались в ислам и таким образом могли продвинуться по карьерной лестнице в султанской армии, благодаря чему были очень-очень лояльны. Уникальный район Султан Камии, это можно перевести как мечеть султана. По-русски она вообще очень конкретно называется мечеть султана Июпа. И это первая мечеть, построенная турками-османами после завоевания Константинополя. Она, кстати, не самая большая, поесть и побольше, типа голубая мечеть, но она очень знаковая для турок. Понятно, что будет давать какой-то бонус к вере. Так, ну и что у нас в итоге тут получилось? Четыре европейские культуры, четыре азиатские, одна азиатско-европейская, потому что я не могу турок только к азии отнести, и одна американская, вообще не представлены африканские в этой эпохе. А также два эстета, два торговца, два экспансиониста и по одному аграрию, ученому, строителю и милитаристу. На этом все. Культуры эпохи раннего нового времени представлены. Осталось еще две эпохи, по 10 культур в каждой. Пишите в комментариях, за какую культуру в этой эпохе вы сыграете в первую очередь. Ну и, конечно, добавляйте или поправляйте меня, если я был в чем-то неправ. Спасибо, что досмотрели до конца и играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях, а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.